всем приветики это обзор на вот это вот камеру распаковка уже было это обзор или сразу наверно стоит начать с того что эта камера спалила мне флэш-карту я вставил меня флэш-карту вот вот эту вот маленькую и правда это уже вторая флэш-карта а первая у меня была на 2 гигабайта ну вернее как было она и есть вот она флэшка на 2 гигабайта но она уже не работает потому что эта камера постаралась и испарила ее изначально я получается вставил эту флэш-карту в камеру она работала все было нормально потом через какое-то время камера когда я включаешь стала долго включаться не могла включиться где-то полчаса час а потом вовсе не включалась а когда достал флэш-карту включилась вставил флэш-карту в компьютер она уже все не работает в итоге я понял что все камера потихоньку спалила флэш-карту причем на ней еще были какие-то файлы типа от камеры и отформатировал и все она уже не захотела работать я решил что поставлю другую но жалко было боялся что эту карту спалит но нет пока что работает все хорошо но первую карту спалила и за может быть то что эта карта скоростная типа вот здесь hc скоро четвертый класс скорости а у это ничего нету ведь его может быть и не хватало скорости она испарила но все равно как-то жалковато так бы работала так уже все она немного греется но не сильно это микрофончик там есть еще инфракрасная подсветка вот эта штучка не знаю для чего и здесь еще есть лампочка вот здесь вот по прям под камерой который говорит говорит о том что камера работает но и можно отключить а по бокам три лампочки с одной стороны и три с другой инфракрасная подсветка ну а дальше все действия происходит через приложение когда включаем камеру сеть она когда вы первый раз включается начиная говорить о том что нужно подключить через про приложение ну и дальше вы уже подключаетесь к ней через приложение а через приложение и управляет причем приложение есть как на как на android так и на iphone так и на компьютер даже можно с компьютера управлять, но с телефона больше всяких возможностей, чем с компьютера. С компьютера просто просмотр и управление камерой записать можно, а на телефоне там как-то побольше настройщик. Ну а это уже нужно смотреть дальше, более подробнее и приложение телефонное и компьютерное. Ну а дальше вы заходите на официальный сайт 360EOSClub и скачиваете оттуда приложение. Либо можете зайти в App Store или Play Market и скачать оттуда приложение и установить его себе на телефон. Ну а дальше вы заходите либо в Play Market, либо в App Store, либо сюда на официальный сайт и скачиваете приложение. После чего устанавливаете его именно для телефона, потому что если вы скачаете для компьютера, вы не сможете добавить камеру. Камеру можно добавить только на приложение телефона. И в приложении еще нужно будет зарегистрироваться. Там как бы начинается все с того, что он предлагает либо войти, либо зарегистрироваться. Поэтому, если у вас нет аккаунта, то вам придется его создать. То есть вот вы открываете приложение, оно запускается и здесь у меня уже есть аккаунт и оно просто входит, а вам придется его создать. Дальше вам нужно будет добавить устройство. У меня оно уже добавлено, но вам его нужно будет добавить. То есть, его можно даже сейчас удалить, чтобы показать, как это происходит. Ну и вот, когда вы первый раз зайдете в приложение, после того, как вы зарегистрировались и вошли, у вас откроется такой вот экран, где вам предложат добавить устройство. Вы нажимаете на плюсик, выбираете свой регион, видимо сервера, чтобы сервера поближе к вам находились и камера быстрее работала. Кстати, камера довольно-таки хорошо работает, интернет у нее по сравнению с предыдущей, которая у меня была и есть, вернее, UE-камера. Там очень долго подключается к серверам, а здесь прям быстро подключается. Далее выбираете камера и как вы будете подключаться. Ну, я выбирал через Wi-Fi. То есть, камера будет подключена к роутеру. Можно камера будет подключена к телефону или кабелем, но у моей камеры нету слота для кабеля, а чтобы она была подключена к телефону, тоже не вариант, поэтому беспроводной режим выбираем. Она просит включить местоположение. Зачем-то. Ладно, хорошо, включим ей GPS. Разве так надо? После чего она говорит, что нужно убедиться, что индикатор мигает и нажать далее. У меня он сейчас, да, действительно мигает. Вот, как вы можете видеть, такая еле заметная лампочка мигает. Это и есть тот самый индикатор. Кстати, перед тем, как подключаться к камере, вы должны быть подключены к Wi-Fi. То есть, и вы должны быть подключены к Wi-Fi. Чтобы подключить камеру к Wi-Fi, вы телефоном уже должны быть подключены к Wi-Fi. Вот, и когда вы убедились, что камера мигает красненьким вот этим вот светодиодиком, то нажимаете далее. Дальше оно вам говорит, что нужно ввести пароль от сети Wi-Fi, который она передаст камере. Оно передаст этот пароль и логин камере. Камера их запомнит, и с помощью них будет подключаться к вашему модему. Вы ввели, нажимаете далее. И вот камера так пищит, я думаю, вы слышите. Далее оно вам говорит, камера ready. Кстати, довольно-таки неприятный звук этот писк, которым он так переливается. Очень неприятный. Далее оно вам говорит, что камера добавлена, и нужно ее как-то назвать. У меня она стоит в зале, поэтому я нажимаю зал. Ой, называю зал. Ну и вот, пожалуйста, камера добавлена. Когда вы камеру добавите, то она уже будет мигать не красным светодиодиком, а зеленым, говоря о том, что все нормально, она подключена и работает. Ну и когда камера уже добавлена, через Wi-Fi она у вас будет показываться, что вот она уже здесь стоит, работает и можно к ней подключиться. Чтобы она в онлайне, просто нажимаете на нее и вот, пожалуйста, она открывается. Кстати, это третья камера, на которой тоже потом будет обзор. И здесь вы уже через приложение можете управлять камерой. Ну, какая у меня майка модная, Night City. Она у меня давно лежит, но я недавно, кстати, начал носить. Ну и вот через приложение вы можете управлять камерой. То есть, вот вы прямо на экранчике нажимаете левее. Оно поворачивается левее. Либо нажимаете правее. Оно поворачивается правее. Либо ниже. Либо выше. Ну, соответственно, чем дальше вы жмете, тем сильнее она будет поворачиваться. То есть, к примеру, если нажать сильно вбок, она прямо сильно уедет. Ну и когда она ворочается, то тогда получается, что пикселится. Вот. Она немножко пикселится. И вы можете выбрать... Ну, здесь много настройок, на самом деле. Здесь вы можете нажать вот и говорить. Раз. Раз-раз. И вот слышно с камеры звук идет. Раз-раз. Потом вы можете нажать на значок вот такой камеры. Оно запишет видео, которое сейчас прямо вам в телефон. Либо на значок фотоаппарата. Оно сделает скрин с камеры. Либо на значок динамика. Тогда вы услышите, что вокруг камеры происходит. Вот. Ну, кстати, после обновления картинка стала... После обновления картинка стала немножко обрезанной. Как вы можете видеть, вот здесь вот время сверху. Вот видите, время сверху идет. Вот здесь. Оно немножко обрезано. Это после обновления приложения. Раньше до обновления приложения это время было видно полностью. Соответственно, картинка была выше и ниже. А теперь они как-то ее ужали и, соответственно, уже немножко хуже видно. И мне это не понравилось. До обновления вот это вот время было видно полностью. Вот это вот время. Кстати, с задержкой. С задержкой показывает. Я уже Патин продвинул, а он там еще двигается, и поэтому я немножко так, как заторможено. Потому что я вроде продвинул, но еще двигается. И я такой, типа, ну, не могу сориентироваться немножко. Короче, у него еще есть задержка там секунду или две. Вот. И что еще? Что еще? U. Вот здесь можно выбрать, в каком режиме оно будет. HD или не HD. Это смутч моды. Качество такое похуже. А ультра HD вроде как вот получше качество. Дальше у вас есть тут такие функции, как отслеживание. Вот это такая вот прицел, перекрестие прицела. Я вот рядом с ним нажимаю. Видно кружочек. Но я на него не буду нажимать. Потому что, если я нажму, оно сейчас мне на лицо наведется. И, как бы, когда на него нажимаешь, оно слежит человека. Если ты двигаешься по комнате, камера будет прямо за тобой следить. Потом здесь есть... Ну, вы можете задать время, когда оно будет менять угол поворота. Но я этой функцией никогда не пользовался, и поэтому не могу точно сказать, что оно значит. Еще есть кнопочка сигнализации. Такой типо динамичек. Вы когда нажимаете на него, камера начинает издавать звук сирены. То есть, как будто бы, если к вам кто-то залез и вы увидели это, вы нажимаете на этот динамичек, она начинает сирену издавать. И как будто тот, кто залез, пугается и убежит. По логике так. Сверху видно килобайты, с которых... То есть, скорость потребления, скорость передачи данных в виде килобайт. И даже, когда меняешь качество, по идее, оно должно меньше становиться, потому что меньше будет потреблять. Вот видно, что 94 стало 63, 75. Сделаем качество повыше и, соответственно, потребляет больше. Вот. Видно, что вот пришло уведомление уже о том, что обнаружено, ну, движение. Кстати, здесь хорошо уведомление приходит четко. Прям моментально. Когда что-то происходит, сразу присылает. На моей предыдущей камере, которая UE-камера, UE-хом-камера, там уведомление бывает даже не приходит. То есть, ты заходишь в приложение, там написано, сработала тревога, но уведомление не пришло. А здесь всегда приходит, всегда все четко в этом плане. И у вас облако, по-моему, в облаке, я не помню, там, по-моему, дается сколько-то временных или вообще не дается, я не помню. То ли 7 дней дается, то ли вообще не дается. По-моему, давало сколько-то, или месяц, что-то такое. А потом уже только сейчас флешки. Ну, и вот оно все, что показывает. Здесь можно вот подвигать эту полосу, и это все записи. То есть, все, что оно записало на флешке. То есть, вот это вот желтое, это все записи. Но я сейчас записи просмотреть не буду, потому что их там много, всяких разных. Но в целом, вот вы можете пальцами подвигать, приблизить, как фотку, типа, приближаете. И шкала эта увеличится. И на ней подробно перейти к какому-то отрезку и отпусти... Ну, вот я сейчас не отпускаю палец, а держу и двигаю ленту. Как только я отпущу, на том моменте, где я отпустил, оно загрузит запись и покажет вам ее. И вы сможете посмотреть прямо здесь то, что было тогда. К примеру, вот сейчас можно попробовать задвинуться недалеко. Вот сюда, например. Ну вот это мы посмотрели запись, где я только что рассказывал о том, о том, что... Ну, о камере рассказывал. Собственно, и даже звук послушали с камеры немножко. Вот. Также настройки здесь еще есть. Ну, настройки, это вы уже выходите из камеры, из просмотра камеры. Оно здесь уже создало вам в том кружочке, в котором ничего не было. Такой вот небольшой передпросмотр. А дальше здесь уже есть... Здесь уже есть остальные настройки. Облако. Но облако, я думаю, вряд ли вы будете покупать, это слишком дуроко. Потом уведомления, вы когда нажимаете на них. Если один раз нажимаете на их... Ну, если они включены, вы нажимаете, оно их сразу выключает. А потом, когда вам нужно... Когда не выключено, когда вы нажимаете включить, у вас открывается такое окошко, вы нажимаете включить. И как оно будет сигнализировать, типа, будет ли звук об этом с камерой сходить или нет. И также чувствительность вы настраиваете. И когда срабатывать. Весь день или в какое-то определенное время. Но, кстати, у камеры есть небольшая проблема. Когда включается ночное видение, она моргает. И... Из-за моргания приходит ложное уведомление. Я из-за этого даже спор открывал. То, что камера в ночном видении моргала. И постоянно приходило ложное уведомление. И приходилось вообще уведомление отключать. Значит, вы нажимаете на шестереночку. У вас открывается такая вот штучка. Вы можете переименовать камеру. Либо открыть к ней общий доступ. Ну, чтобы поделиться с ней еще... Еще с кем-то. Чтобы кто-то мог смотреть, кроме вас. Также есть такая функция. OnViv. Это функция шифрования, как бы, видео. Я ее обычно отключаю. Потому что, если ее не отключать, То тогда получится, что Видео с этой камеры будет зашифровано. И вы на компьютере их не сможете посмотреть. А это не очень. Угол поворота. Ну, здесь, в общем, вы уже лазите. Это индикатор. Вот тот индикатор, который я вам показывал. Зелененький мигает. Вы нажимаете кнопочку OFF И он уже гаснет. У нас эту настройку вот этот вот бдительный. Я не помню, что это. Звук камеры онлайн, кстати, тоже можно отключить. Потому что, когда вы подключаетесь к камере, Оно изодает звук. Что к ней подключились, тоже можно отключить. По сути, В настройках звука можно все Убрать На минимум. Оставить только микрофон. Насколько я помню. Хотя я уже не помню, Что значит уровень громкости звука. Вот. Здесь вы выбираете Язык. К сожалению, здесь русского нету. Поэтому приходится оставлять английский. Хотя приложение на русском, Но почему-то Уведомлений на русском нету. Вот. Я свой часовой пояс выбрал. Не знаю, на что это влияет. Режим шифрования недоступен. Потому что включена функция ONVIF, Про которую я говорил. Но он не нужен. Потому что, Если вы захотите посмотреть Записи, которые записались на флэш-карту На компьютере, И у вас будет включен режим шифрования, Вы не посмотрите. Записи будут зашифрованы, И компьютер не сможет их распознать. Он будет видеть, что это видеофайлы, Но открыть он их не сможет, Потому что они зашифрованы. Поэтому я Отключаю эту функцию шифрования, Чтобы Чтобы компьютер мог Посмотреть. Ну, а дальше идут Настройки записей ТФ-карты. Здесь получается вот Как Что оно будет хранить. И вы настраиваете, Что хранение событий. Потому что, Если вы поставите непрерывное хранение, Оно будет постоянно записывать, Без перерыва. И быстро заполнить флэш-карту. Поэтому вы ставите Хранение событий. И Весь день. То есть, В течение дня, Если происходят какие-то события, То есть движение, Когда это происходит, Так только тогда оно записывает. А если вы поставите Непрерывное хранение, То оно будет без перерыва записывать. И ваша флэшка Очень быстро заполнится. А если движение, То движение, Они же не целый день. Так иногда, И в принципе, Флэшки надолго хватит. Потом ее можете Почистить. И дальше пойдет. Маршрутизатор. Это если вам нужно Сбросить настройки. Также информация об устройстве тоже. Если вам показывает Уровень сигнала. И все такое. Адрес. Информация о карте памяти. Вы тоже здесь видите. Статус. Что все нормально. Если не надо, Можете прямо отсюда Отформатировать карту. Если знаете, Что она там уже заполняется, Просто прямо отсюда Отформатировать. Ну, А прошивка. Здесь в нее нельзя зайти. Здесь просто пишут Последняя версия прошивки. Хотя другого у меня Она ничего не писала. Отсюда можно Перезагрузить камеру, Перезагрузить настройки. Ну, Либо удалить устройство. Все это. Все функции. Еще есть такая штука. Панорамное изображение. То есть, Вы когда сделаете, Нажмете сделать его, Камера прокрутится Вокруг себя. Все вокруг сфоткает. И вам выведет Такую вот картинку. Вот как показано. Такую. Такую длинную картинку. То есть, Здесь вот где Написано онлайн. Зал онлайн. Здесь уже будет Не белая полосочка. А картинка такая, Которая вокруг камеры. Можно это даже Продемонстрировать. Сейчас вот нажать Панорамирование. И Сделать Панорамную картинку. Попробуем. Ну вот она фоткает. Постепенно фоткает Все вокруг себя. И сейчас будет Панорамная картинка. То есть, Одну делает фоточку. Вторую. Третью. Четвертую. И сейчас вот она Нафоткает всего. И выдаст Панорамную картинку. Там куча картинок Будет Вокруг нее. И Эта полосочка Будет уже не белая В виде картинки. Что довольно-таки Удобно и прикольно. Это она вообще полностью. И Вернулась Она не в то положение В котором была. Смотрела Она на меня. А сейчас Смотрит Куда-то не туда. Ну вот. Такое вот Изображение получилось. Панорамное. Все Вокруг себя Зафоткало. И Теперь у вас будет Такая Картиночка Стоять. Чтобы Довольно-таки Прикольно. И Теперь у вас Получается Как я и говорил Показывать Не белую. Она не на белом Фоне камеры А на фоне Такой картинки. И вы Примерно Представляете Как выглядит Комната В которой Она находится. Когда нажимаете Открыть Ну вот Вы видите Комнату. Правда Она переместилась И стоит Не там Где Должна Стоять. Вот И Кстати Как видите Что с освещением Немножко Получше Стало Без Освещения Было Похуже То есть Если вы Сейчас Еще Включите Освещение Картинка Немножко Получше Станет Хотя Видно Что Картинка Не сильно Качественное Но в целом В целом Получается Она Full HD И в целом Видно Что Ну более Менее Пойдет Видно Почему-то Кривая Какая-то А нет Наоборот Ну как-то Так Должно Быть Более Менее Ровно Было Ну вот Как-то В целом Так Вот И Вы Видите Снизу Что Вот Получается Вот Здесь Вот Где Пока Вы видите Получается Видео Сам экран Видео Что происходит А под ним Такую полосочку С этой же Панорамной Фоткой Где вы Видите Что вокруг Делаете Вы в принципе Можете нажать Где-то На этом видео Допустим Вот на подушку Нажать И оно Резко Начнет Поворачиваться На подушку О Я как раз На подушку Нажал То есть Вы можете Прямо На этом Панорамном Изображении Если оно У вас Есть Нажимать И оно Будет Туда Перемещаться Что Довольно Таки Очень Удобно А потом Уже Подстраивать На экранчике Нажимать Пальчиком И оно Будет Перемещаться Довольно Таки Удобно Прикольно Вот С Панорамным Изображением Намного Лучше Так Так В альбоме Показываются Уже Наделанные Фотки То есть Вот Это Панорамная Только что Сделанная Сохраняется Так же Показываются Фотки Которые Когда-то Делались Вот я Когда-то Фоткал Зала Где Оно Стояло Вот Она Фоткала Только Так В зале Более Менее Это Качественно Смотрится И Кстати Вот На этой Фотке Видно Что Вон Оно Сверху Как я Говорил Время Полностью Видно А сейчас Время Уже Не Видно Оно Наполовину Обрезано Время Причем Когда Записываешь Или Фоткаешь Оно Видно А Когда А Когда Смотришь На камере То Оно Не Видно То Если Вот Еще Раз Зайти То Видно Что Где Мои Руки Время Наполовину Обрезано А Если Нажать Фоткать Или Записать Там Время Будет Полностью И Картинка Будет Шире То Даже К примеру Можно Сейчас Открыть Камеру Я Сейчас Повыше Поднимусь Что Вы Заметили Вот Видно Сити Наполовине Обрезано Делаем Фотку Все Сохранено В альбоме Заходим В альбом Вот Она Фотка И Здесь Уже Видно Что Время Полностью И Уже Шире Видно То Здесь Вот Видно Вот Так Вот Время Каму Вот Сейчас Если Посмотреть На Фотку И Вернуться То Видно Будет Что Когда Мы Вернемся Здесь Поменьше Будет Ну Вот Видно Что Здесь Уже Время Время Обрезано И Снизу Немножко Поменьше Влазит В кадр И Здесь Видно Даже По бокам Шире Вон Там Майки Одежку Видно А В самом Кадре На видео Это Не Видно Видно Половину Не Видно Шторы Половину Майки Не Видно Короче Обрезает Фотку В кадре Почему То Что Не Совсем Круто Ну А Здесь Ваши Тревоги Которые Вам Которые Вам Оповещала Вы Нажимаете Увидите Сколько Там Было Движений Можете На Какой То Перейти И Посмотреть Ну И Настройка Здесь Уже Более Другая Настройка Здесь Вы Смотрите Звук Это Уже Уведомление Которое Приходит На Телефон Скорее Всего Отзывы Вы Можете Разработчикам Что-то Написать Службу Поддержки Но Я Сюда Не Заходил В общем Здесь Такие Просто Как С С Интернетом Связанные Настройки Можете Пароль Изменить Либо Учетную Запись Вот Либо Перенести Если У вас Куплено Облачное Хранилище На Другой Аккаунт Ну Я Сюда Вообще Не Захожу Никогда Я В основном Здесь Здесь Один раз Что-то Настроил И Просто Захожу Смотрю Камеру Вот Такие У нее Настройки Внутри Камеры И Еще Здесь В камере Неудобно То Что Когда Включаешь Она Начинает Вокруг Себя Крутиться И Вот Она Сейчас Отключена Я Включаю В сеть И Она Сейчас Начнет Вокруг Себя Крутиться Я Не знаю Зачем Она Так Делает Может Она Проверяет Работоспособность Но Зачем Каждый Раз При Включении Проверять Работоспособность То Если Она У меня Стоит Всегда В Не двигается И Лишь Изредка Я хочу Подвигаться Посмотреть Что Вокруг Делается Так Зачем Мне Каждый Раз Крутить При Включении Она Наоборот Быстрее Сломает За то Что Она Постоянно Крутится Ну Пожалуйста То Она Включается Прокрутится Вокруг Себя Немножко Подвигается То Есте Полностью Вокруг Себя Прокрутится Вот Эта Штучка Немножко Подвигает И Скажет Что Она Готова И Все И Вот Так Каждый Раз При Включении И Поэтому Это Неудобно Это Нельзя Никак Отключить То Что Она Крутится Вокруг Себя А Вот Голосовое Как Раз Такие Все Звуки Где Я Там Показывал Те Ползунки Все На Ноль Убрать И Она Ничего Тогда Не Будет Говорить Но Вот Это Вращение Она Вообще Мне Кажется Бесполезно И Оно Ненужно На Компьютере Тоже Есть Приложение Называется Оно 360 EOS Я Скачал С того Сайта 360 EOS Club Про Которые Я Говорил И В нем Тоже Первым Делом Когда Вы Запустите У вас Попросит Залогиниться Или Зарегистрироваться И Когда Вы Залогинитесь У вас Есть Практические Функции Та и Нет Все Что Вы Можете Сделать Это Закрыть Окно Развернуть Окно Свернуть Окно Указать Папку Сохранения Фото И Видео И Вот Две Настроечки Камера И Клавиша Управления Камерой Здесь Она Показывает Что Камера Подключена К Вайфаю Ее IP Адрес Нажимаете На ней Два Раза И Вот Пожалуйста Открывается Камера Можете Нажать На Стоп И Тогда Становится Воспроведение Видео Либо Нажать На Треугольничек Воспроведение Тогда Видео Снова Запустится Ну Дальше Вот Уже Этот Значок Значит Сохранить Фотку Вот Это Вот Что Сейчас Видно На Экране Или Сделать Запись Видео Если Нажмете HD То Нажимая Еще Раз На Него Вы Уже Его Не Вернете Чтобы Вернуть Нужно Нажать Стоп И Снова Play И Тогда Вернется Хотя По идее Кнопка HD Должна Переключать Хуже Лучше Также Вот Можете Послушать Что Происходит На Камере Нажав На Динамичек Либо Поговорить Тоже Нажав На Микрофончик Ну И Собственно Вот Оно Изображение HD Ну Не Сильно Качественное Конечно Но Я думаю Заявленные 2 Мегабайта Про Которые Они Говорили Они Здесь Есть Думаю Да 2 Мегабайта Здесь Есть Не Сильно Качественное Но В целом Видно Как Тем Более Если В основном Вы Смотрите С Телефона И С Телефона Картиночка Ну Примерно Будет Ну Вот Примерно Такая Она И Будет Именно На Телефоне Более Если Так Сказать А Если Разворачиваю То Конечно Уже Видно Что Уже Расплывчат Все Становится Расплывчат Тем Более Это Даже Не Флаж Если На Флаж Развернуть То Еще Картинка Похуже Будет Ну Еще Все Зависит От Освещения Освещения Немножко Не Сильно То Сего Может Быть Больше И Тогда Соответственно Картинка Будет Получше Ну Есть И Клавиш Тоже Вы Можете Двигать Это По Чуть Оси Сильно А то Нажимаете На Экран И Подтянули Короче Если Вам Нужно Быстро Переместиться Просто Беретесь Мышкой За Экран И Тянете В Противоположную Сторону Куда Вам Нужно Ну То Тянете Картинку Туда Куда Вы Хотите Убрать И То Как Это Объяснить То Тянете Картинку Например Если Вам Нужно Сейчас Посмотреть Что Делается Левее То Тянете Слева Направо То То Как Вы Утягиваете Туда В Правую Сторону И Она Реально Уезжает В Правую Сторону Туда Вот Таким Вот Образом Ну И Все И Больше Никаких Здесь Функций Нет Все Правда Здесь Еще Есть Какие То Функции Payback И Local File Я Не знаю Что Это За Функция Я Никогда Не Пользовался А Это Получается Облако Cloud То 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 Получается Что Реплей Реплей Это Текущее Видимо Видео Все Приложение Зависло То есть Реплей Это Получается То Что Сейчас Показывается В Камере Плейбэк Это Повтор Повторить Типа С Облака В Облаке У нас Ничего Нет Из Диска Который Стоит В Камере Флешка Которая Стоит Камере Как Ну Да Это Мини Диск Такой Получается И Оно Очень Долго Переключается И Вот Если Получается Нажать Сюда Мышкой Нажимаем То Мы Можем Увидеть Что Там Было В Два Часа Вот Ночи Что Было Сейчас Уже 2.48 Правда Очень Долго Оно Как-то Думает На Телефоне Быстрее Это Получается Приложение Подключается Камере Из Камеры Пытается Какой-то Запись Взять Вот Это Я Записывал На Подключается Действительно Это Я Когда Сидел Там И Рассказывал Все Про Настройки Про Настройки Камеры Я Как раз Записывал Какие-то Моменты Как Выглядит Камера В этот Момент Да Есть Работает А Локальный Файл Это Получается То Что Здесь На Компьютере У вас Хранится Ну Естественно Да То Что На Компьютере Она Будет Быстро Распроизводить И То Что В Эфире Она Будет Воспроизводить Быстро А Так Получается Playback Это Ей Нужно Подключиться К Телефону Скачать Оттуда Файл И Показать Вам В Время Когда С Телефона Это Все Быстрее Потому Что Оно Все Хотя Телефон Тоже Подключается К К К К Флешке Подключается Ну В общем Не знаю На Телефоне Слева Но Вон Еще Одно Время Сверху Вон Оно И Оно Обрезано А раньше Оно Полностью Показывалось После того Как Обновили Программу А может И прошивку Обновили Не знаю В общем Урезалось Вот Так Вот Выглядит Все В Компьютерной Программе Ну В общем Компьютерная Программа Не очень Я ее не Пользуюсь Я ее скачал Только Ради того Чтобы Для обзора А так Я ее не Пользуюсь Я смотрю Через Телефон Что Намного Удобнее Телефон Всегда С собой И ты Всегда Можешь Можешь Как бы Посмотреть И там Функции Больше Всяких Что я Наверное Еще Могу Вам Показать Так Это То Как Работает Ночной Режим Я Действительно Не Показал Ночной Режим Получается Сейчас Выключаем Настольную Лампу И Видно Картиночка Уже Немножко Картинка Немножко Восстанавливается И сейчас Полностью Выключаем Свет Так Вот Полная Темнота И Включается Ночная Подсветка И Камера Соответственно Переключается В Режим Ночного Видения Вот Так Выглядит Ночное Видение Довольно Так Неплохо По-моему Правда Здесь Видны Какие-то Полосы От Подсветки Вот Они Полосы Какие-то Идут Это Именно Подсветка Такое Создает Ну То есть Камера Включает Режим Зрения Необычного А ночного Потому Что Обычного Вы Видели Такой Темный Экран Был Она Приключается На ночное А вот Именно Подсветка Делает Освещение И Вот Там Что-то Такое Что Полосы Идут В Этой Подсветке Ну Так Как Обычно На Маленьком Экране Все Более Менее Так Ну Детально Видно А На Увеличенном Экране Уже Такое Все Размытое Уже Видно Что Не Очень Но В целом Увидеть Можно То Если Кто-то Будет Махать Рукой Там Или Что-то Такое Все Это Будет Видно Соответственно Вам Сразу Придет Оповещение Движения Ну Естественно Картинка В ночном Видении Всегда Хуже Чем В дневном Вот Не Очень Выглядит На самом Деле Но В целом Видно Да И видно Что Камера Берется В основном Для того Чтобы Просто Следить За Состоянием Все Все Хорошо Никто Ли Не Проник Вот Ну Или Просто За Движением Кто Что Ходит Что Там Делает Такое Вот Ночное Видение Ну А Включение Уже Выключение Ночного Видения Происходит Таким Вот Образом Включается Освещение Камера Переключается В Режим Обычного Видения Выключается Подсветка И Когда Она Переключается Слышен Ялычок Такой Челк Ну Не Громкий Но Слушный Если Будешь В комнате Находиться Услышишь Этот Щелчок Вот Она Камера И Мы Сейчас Включим Ей Режим Ночного Видения Выключив Свет Она Автоматически Перейдет У него Выключаем Свет Вот Она Щелкнула Перешла В режим Ночного Видения Вот Они Шесть Светодиодов Подсветки Три Слева Три Справа О которых Я говорил И Сама Камера Смотрит Посередине А Вот Эти Маленькие Фонарики Как бы Есть Три Больших И Три Маленьких На самом деле Только По Три Больших Скажет Стороны А Три Маленькие Это Камера Которую Я Снимаю Отражает Их Таким Вот Если Переместить Камеру Видно Что Они Перемещаются То есть Большие Не Перемещаются А Маленькие Перемещаются Потому Что Это Идут Блики В ту Камеру Которая Снимает От Подсветки То Есть Только Три Больших Светится А Остальное Это Все Блики Ну Естественно Включив Свет Подсветка Выключится Также Со Щелком Выключается Все Уже Ничего Не Горит Ну А Записи На Флэшкарте С Этой Камеры Выглядят Таким Вот Образом Вы Открывается Флэшку На Компьютере И Там Куча Папочек И Название Папки Означает Время Когда Была Записана Когда Была Сделана Запись Вот Например Двадцать Первый Год Десятое Число Ой Десятый Месяц И Восьмадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад И вот так вот они по времени рассортированы. То есть, если вы знаете, что 18-го числа, там, 10-го месяца, 18-го числа, там, в 2 ночи что-то произошло, вы заходите вот в папочку, 0.2, и видите, что здесь все записи, которые были за 2 часа ночи. И, соответственно, все видите. Но здесь такой формат H.264. И плееры не особо хотят с ним работать. Обычно MP4, AVI, там, такие какие-нибудь, MKV, 3GP. А вот этот MP4, у меня с ним только KMP Player работает. И Classic Player. А другие плеера не хотят с ним работать. То есть, вот, например, если открыть... Открыть MP Classic Player, то он открывает. Но перемотки здесь нет. Я вот там хочу перемотать. Ну, видно, секунды идут, 0.6, 0.7. Но перемотать я не могу. Почему-то он вот... Ползунок, даже недоступен ползунок, он не двигается. И получается, нельзя перемотать. Перемотать. Вот нажимаешь обычно на стрелочку, можно перемотать. А сейчас я нажимаю на стрелочку, он сразу на паузу ставится. То есть, нет возможности перемотать. Плохой формат, на самом деле. Его нужно, получается, переконвертировать в нормальный формат, в MP4. То есть, все, что вы записали, если вам эта запись нужна, ее лучше переконвертировать в MP4. А это тоже лишнее время на конвертацию. Как бы не очень. Здесь даже... Вот у меня есть свойство MediaTab. И здесь обычно показывает длину. А здесь вообще ничего не показывает. Ни аудио, ничего. Ни длину. То есть, какой-то такой плохой формат, на самом деле. Причем, он у вас будет открываться только в том случае, если вы отключили шифрование. Если вы шифрование не отключили, то тогда я сейчас покажу, что у вас будет, если вы не отключили шифрование. Это получается, я где-то вот здесь еще не отключил шифрование. Где-то я здесь записывал сейчас. Вот здесь, по-моему, не отключил. Вот. Если вы не отключите шифрование, у вас просто будет черный экран. и и сверху экрана рассыпается на кубики и какая-то часть видео то есть но зашифрована не работает это еще не отключил шифрование когда настройках там лазила дальше уже отключил шифрование вот пожалуйста она уже работает ну неудобно короче сделано вообще неудобно проще наверно ну запись телефона делать и когда вы делаете запись телефона или с компьютером тогда уже у вас получается записи готовые ну типа вот такие вот вы запись делаете вот это компьютером запись делал ну вот пожалуйста здесь все довольно таки и перемотка есть и все по все подряд здесь все работает как бы ваш в оригинальном формате в котором сама флешка пишет сама камера пишет ну не очень и перемотки нет ничего плюс если еще шифрование не выключено то это вообще тогда вы даже не посмотрите никак только разве что с самой камерой посмотрите на самой камере да даже зашифрованной можно посмотреть и в том случае если вы забыли включить выключить шифрование тогда вам нужно открывать на самой камере просмотр и там включать запись, там есть такая кнопочка «Записать видео» и «Записывать», и тогда она уже будет тоже в запись, кстати, когда включаете, что на компьютере, что на телефоне запись, именно кнопочка «Запись» сохраняется в отдельном альбоме в формате MP4, вот как типа здесь я с компьютера записал, вот оно сохранилось в MP4, вот они записи эти с компьютера, так и на телефоне такие же записи MP4, так что довольно-таки неудобно здесь это сделано, все, этот формат такой вообще неприятный, я, кстати, его раньше никогда и не видел, вот на этой камере я впервые видел такой формат H264, я не знаю даже поддерживает ли программа у меня на компьютере конвертирующая такой формат или нет, это тоже надо все смотреть. В общем, есть у меня на компьютере два конвертера, один такой, добавляем туда файл, и он пишет, что невозможно его открыть. И другой конвертер, туда я тоже добавил файл, и оно показывает длительность ноль, то есть тоже получается не может открыть, хотя картинку видит. И еще я обратил внимание на то, что когда открываешь видео, получается вот оно идет, но звук это нет, он показывает значок аудио, зачеркнутая, хотя когда с телефона смотришь, то звук есть. Вот они такой формат сделали вообще ужасный, который прям максимально плохой. Вот я там что говорю, а здесь, видимо, видно, показывает динамичек зачеркнутый. Вот я же там что говорю в этот момент, а здесь звука не слышно, вон он динамичек зачеркнутый. Короче, формат такой вообще ужасный на самом деле. И эти записи большой и минус. То есть с телефона их можно посмотреть, то есть программа, которая их, ну то есть камера их записала и через приложение для камеры можно его посмотреть с телефона. А вот именно эти записи, которые на флешке хранятся, то, что телефон уже их с флешки берет, там ты их не посмотришь на компьютере, но без звука. Либо нужно искать какой-то плеер особый, который будет все понимать. Ну, либо как вариант еще не только на телефоне можно посмотреть, но еще на приложении компьютера, тогда тоже звук слышен. Ну, как бы, ну, логично, да, если приложение, если камера записывает в этом формате и видео и звук. Ну, а все в рублю видно. Правильно? Правильно. Как видишь, совсем другая кофема. Более ярко, более красиво. Согласись. Так лучше, когда есть. Вот уже. Ну, вот. Ну, логично, да. Если камера записывает в этом формате, то видео и звук, то она с помощью своих программ для телефона и компьютера будет понимать этот формат, и видео из него будет понимать и звук. Но дело в том, что, проблема в том, что очень долго через компьютер подключается к... То есть, если вот нажать перемотку, оно... Оно может долго думать. То есть, я резко перемотал. Вот сейчас сюда перемотал, быстро перемотал. Сейчас нажал сюда, и вот оно долго подтормаживает, как бы, не так быстро. Плюс вот заметно, что получается... Вот здесь вот было видно, что я говорю. Согласись, лучше уже, что... И оно обрывается. Я говорю, то тоже. А я говорю... То есть, получается, проблема камеры в том, что она записывает минуту, обрывает видео на пару секунд и снова начинает записывать. И вот эти пару секунд теряются. Я вот сказал, согласись, что с освещением лучше уже. А вот это вот с освещением не вошло в... Ну, как бы, потому что оно вырезало эти секунды, как раз когда остановку делало и новую запись. То есть, оно идет минуту, останавливает, проходит пару секунд, и она новую запись начинает опять на минуту. И вот, получается, это минута. Эти пару секунд выпало, и то, что я говорил про освещение, как раз таки и выпало. И это не очень, на самом деле. Короче, с записей у камеры проблемы. О, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, тут оказывается большая проблема с записью. Когда записывает камера на флешку, или когда нажимаешь с айфоном записать, запись длится ровно минуту. Потом она останавливается, проходит несколько секунд. И снова начинается новая запись. И это плохо. То, что постоянно забывается на минуты, и между ними теряется несколько секунд. То есть, когда переходит с дневного и ночной, тоже запись обрывается. Это не очень. Плюс еще компом, когда начинал запись. И она переключалась с ночного на дневной. Запись остановилась с ночного, а дневного не началась. Ну что ж. Сейчас я поставил максимальную чувствительность. В общем, я сейчас поставил максимальную чувствительность микрофона. Прямо ползунок на максим. И это максимум того, что она может слушать. Ну, по звуку слышно, что не очень. Не очень качественно. Вот. Но с ПК записи длятся долго. Если не переключается дневной и ночной, то длятся долго. Вот минуту 36 записала. С телефона минуту и обрыв. Когда там внутри, на флеш пишет, тоже минуту и обрыв. А с компа пишет. Вот пока не нажмешь стоп. Так что. Такие движки, братишка. Понял? Или не понял? Вот и поймешь. Когда ее возьмешь. Так что я подумала. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...